А вот это вот фотографии мои, вот эти вот все. Это фотографии, ну портреты, скажем. Я покажу вам, тех, кого вы знаете. Поскольку у меня с объектами сложно, я стараюсь сотрудников снимать, если они не очень сопротивляются. Да, 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 я вот и хочу показать вам то, что я сделал несколько снегов. Вот, скажем, Жарас Иванович. Это только Жарас Иванович, здесь больше никого нет. За много лет. Мне нравится, вот это мне, я дышу этим. Мне очень нравится передавать душевное состояние человека через его фотографии. Это мне ему вручали почетного доктора. Это картина настоящая, она была на выставке в Манеже. И у меня есть копия, у него и в Академии. Юрий Викторович – это уникальная личность на самом деле. Я думаю, что можно совершенно спокойно назвать Юрия Викторовича крупнейшим физиологом России и одним из крупнейших специалистов в мире в этой области. Для меня он еще необычайно ценен тем, что, будучи врачом по образованию, будучи физиологом по своей научной стезе, он прекрасно понимает физику, оптику. И у него был один из лучших докладов о Леонарде Эйлере и о его работах по оптике глаза. Затем Юрий Викторович – постоянный лектор в нашем научном лектории в университете. Ну и замечательный человек. Есть одна идея Жирос Ивановича, которая замечательная. Он считает, что Сколково – это не место, а он, вам, наверное, говорил уже, это философия, попытки поднять роль науки в обществе. Удивительный человек, потому что, вы посмотрите, он и ученый, он там почти поэт и писатель. Он с такими разнообразными интересами, что я просто диву даюсь. Я-то познакомился с Наточиным так вплотную, в самолете. Мы летели в Польшу, и вдруг подходит ко мне Наточин, начал такие интересные вещи мне рассказывать, что я ахнул. Потому что я не мог себе представить, что человек, который, вообще говоря, профессиональный физиолог, что он, может быть, мне с профессиональной точки зрения интересен, человеку, который занимается, значит, зарождением жизни на Земле. А у него в мозгах сложилась замечательная концепция, а соотношение, значит, калия и натрия в клетке и снаружи, и на этой почве можно было разыграть очень интересные вещи, связанные с происхождением или, по крайней мере, возможностью освоения на Земле жизнью. Я, ну, грубо говоря, обалдел от этого, потому что это совершенно, ну, новый взгляд, новые возможности осмысления того материала, которым я занимаюсь и который мне интересен. Вот эта встреча в самолете с Наточиным, она меня настолько ошарашила, что я уже потом всегда, когда встречал Наточина, то, естественно, просил Юрия Викторовича что-нибудь написать для, скажем, палеонтологического журнала или что-нибудь. Я понимал, что он может это сделать запросто. Юрий Викторович, ну, во-первых, он не просто академик, академиков много. Вот он в своей науке рыцарь. Для него физиология – это и есть изучение жизни, бесконечное изучение. Почему я использовал слово «рыцарь»? Потому что это бесконечное событие, бесконечное изучение, бесконечное рыцарствование. Он любит свою науку. Он любит и поэзию, между прочим. И он, скажем, это я знаю точно, он даже где-то об этом сам писал, что он любит, ну, Волошина. А у Волошина, я когда слышу эту фамилию или вспоминаю, я вспоминаю тоже его некоторые стихи. У него есть строка такая «Мы ищем лишь удобство исчислений, а в сущности не знаем ничего». Вот это понимание того, что ты ничего не знаешь еще, это тривиально как бы. Но многим людям кажется, что они знают все. Вот на точно это не кажется, потому что поэзия бесконечна и наука бесконечна. Вот так я его вижу. И при всех удивительных качествах есть у Юрия Викторовича еще одно. Он всегда непредсказуем. Скажите мне, кто эти строчки сказал? Опять тоску, опять любовь. В моем вы сердце заронили и прежнее, былое вновь, приветным взором оживили. А для чего мне пламенеть? Любовь и сердце безнадежное. Мой милый друг, мой ангел нежный. Не мою дел тобой владеть, но я любим. Любим тобой. Кто сказал? Вот думайте. Думайте. КОНЕЦ